Привет, друзья! Расскажу о великом открытии. Вот фундаментальное открытие работы мозга, которое в корне изменит наше мышление и способность к обучению. Ну вот такая вот статья, и там написано. В последние годы учёные получили возможность изучать живой и работающий мозг человека. И узнали, что он действует иначе, чем мы представляли себе раньше. Это фундаментальное открытие в корне изменило представление о том, как мы мыслим и обучаемся. Более того, оно наглядно показало, что грозит нашему разуму и познавательным навыкам в ближайшее время. В статье расскажем о том, что в этой связи важно знать каждому. И пошло. Три режима работы мозга. Раньше мы думали, что мозг организован локальным образом, разделён на определённые и так далее, и так далее, и так далее. И вот важное открытие в работе мозга. Как рассказал Андрей Курпатов на деловом завтраке Сбербанка России в Даосе, Швейцария 23 января 2020 года. ДММ, там это дефолт-система, вот дефолт-система работы мозга. Самый важный режим работы мозга, когда мы думаем ни о чём. Потому что в этот момент наш мозг просчитывает разные ситуации, анализирует, учитывает системные аспекты и так далее. И именно в этом состоянии к нам приходят самые разные интересные решения, инсайты. Почему это открытие так важно и как оно влияет на наше мышление, познавательные навыки? Сейчас человечество переживает фундаментальную трансформацию. Мы переезжаем из галактики Гутенберга, галактику Цукенберга, из цивилизации. Ну какие там слова умные и так далее. Вот дело в том, что вот видите дефолт работы мозга, вот это состояние, которое у нас в ключе называется свободное состояние работы сознания или нейтральное состояние, или нулевое состояние, в котором у нас есть ключ к достижению этого. Это подбор путём перебора синхронных действий к текущему состоянию, когда снимается стресс, и ты сразу выходишь на эту безмятежность. Состояние вот этого не ума, когда ты ни о чём не думаешь, когда ты соединяешься с вечностью. У нас это давно сделано и проработано. Мало того, отец Курпатова, профессор Курпатов, главный редактор сборника, давно выпущенного, в котором по психотерапии, для врачей, там указано, что метод Крёщева самый простой и эффективный метод. Но ни разу ни отец Курпатова, ни сам Курпатов больше нигде не упоминает это, сколько бы они ни выступали. Ну такие молодцы, такие активные, Сбербанки там и так далее, там и всё прочее. Ну всё как обычно, американцы придумали, американцы сделали, в Даосе выступают, нигде никаких ссылок на ключ нету. И вот недавно смотрю, выступает Садхагуру. Ну прекрасный человек, я люблю иногда его смотреть, правда у него так же, как и у меня, иногда много теми, забываясь, с чего начал и о чём говорит, ну очень хорошие вот эти вот продвигатели, вот я так не умею, честное слово. Ну что говорит Садхагуру, что такое Будда, например? Будда говорит очень много, это Будда Гуатама, это говорит один из них, который выразил это как-то, что такое Будда, это говорит над интеллектом, а Будда как-то, ну вот Будда это интеллект над ним, то есть если человек умеет иметь дистанцию над интеллектом, а это и есть, собственно говоря, безмятежность у нас по ключу, вот чего не умеет ни Курпатова, чего не умеет ни Садхагура, они не умеют выходить на это состояние осознанно, быстро, и в зависимости от того, какие у вас задачи и цели, учитывая исходное состояние. Вот этого у них нету, но Садхагура очень интересно говорит, вы можете посмотреть там, так интересно рассказывает, молодец, нет слов. Вот он поэтому, потому что у него в истории это Индия, это мышление древнеиндийское, они это, у них это культура в крови, поэтому он об этом, как Кришнамурти беседовал, там такие беседы, как Кришнамурти говорил, интересно, про себя, он говорил, ведущий беседу, да, и про то, что он говорил там, он не называл это лекциями, он говорил, это не лекции, это не есть какая-то философия, не есть какая-то религия, это, говорит, исследование совместно с вами, где вы можете вместе со мной размышлять, задаваться вопросами, и он по существу, Кришнамурти, играл роль посредника между подсознанием людей и их сознанием. Это очень интересно, он молодец, он дожил до 90 лет, да, и, ну, посмотрите, Кришнамурти – это гений, понимаете, всех веков, как Гуджиев, тоже гений, правда, Гуджиев писал тяжеловато, но его ученик писал прекрасно, там, по-моему, Успенский, о, это гениальные люди, слушайте, и я вам хочу сказать, то, что у нас есть в школе «Человек будущего», «Homo futurus», нигде в мире нету, это ключ, который помогает любому человеку, независимо от религии, независимо от национальности, независимо от профессиональной принадлежности, независимо от должности, да, путём подбора, через перебор, путём подбора. Самое простое действие, которое он может найти для себя – выйти через этот процесс перебором, выйти на безмятежность, встречу с Вечностью, и там размышлять, имея такое количество времени, там безвременье, там он как раз и восстанавливается, говорят, время лечит, вот оно, время, там бесконечность времени, он там восстанавливается и размышляет, и размышляет, и у него там вообще ни о чём и не думается, потому что у него совершенно другой взгляд на вещи, с точки зрения Вечности. Вот, вот, работаем мозгом, пожалуйста, друзья мои. Мы впереди планеты всей, как всегда, поэтому у нас и называется «Школа Человек Будущего, Homo Futurus». Поэтому давайте так. И не забудьте, пожалуйста, что у нас в Телеграм-канале, подпишитесь тоже, есть чат «Школа Человека Будущего», через который вы можете общаться между собой, взаимоотноситься, обмениваться опытом, обсуждать, задавать вопросы. Ну, давайте, подпишитесь на наш канал Ютуба, потому что здесь будет сейчас серия интересных таких, потому что мы, видите, я вам сказал сейчас об этой интересной статье, я вам ещё больше скажу сейчас, в завершение, что психогуру как раз-таки сказал о том, что если человек поднимается над своим интеллектом, над, то есть Будда, над интеллектом, а интеллект, он говорит, это всё наше программное обеспечение, ну, это наша биологическая сущность со своими закономерностями, константами, ритмами и так далее, наше обеспечение программное, если над ним человек поднимается, если вы поднимаетесь над своим биороботом, так сказать, вот это инженерик так называемый у него, поднимается над ним, вы знаете, у вас в этот момент происходит трансформация, я вам сейчас скажу, что за трансформация происходит у человека, об этом никто не знает, а я вам сейчас скажу. Вот у человека есть много разных опытов, которые он получает в жизни, ну, изучает иностранный язык, изучает математику, поднимает штагу, копает поле, там, ну, много разных опытов, так в этом состоянии свободного сознания, когда он не ограничен страхом, когда у него безвремени, когда у него безмятежность, у него вот эти много разных опытов, вот этих вот моментов дискретных, так сказать, происходит сплавление, происходит сплавление в целостную организацию личности. Я вам хочу сказать, что для чего нужен этот дефолт работы мозга, то есть нулевое состояние, которое мы легко достигаем, они еще пока не дошли до этого. Оно нужно для того, чтобы, когда человек сплавляется в целое, в целое, так целостность, это же есть здоровье, целостность это есть, это есть развитие творческой личности. Это не просто человек автоматического реагирования рефлексами, о котором Гурджиев говорил, человек-машина там и так далее, механический. Ну, об этом можно бесконечно говорить, ну, вы, наверное, меня поняли, друзья. До встречи.